всем привет меня зовут Ольга вы на канале о вязании я очень рада вас приветствовать на своем канале перед тем как начать свое повествование мне бы хотелось выразить огромную благодарность за вашу поддержку за ваши прекрасные комментарии которые вы мне написали под эпизодом номер один мне очень приятно огромное огромное спасибо я решила что эти эпизоды будут называться вязание без названия ну по крайней мере это такое будет рабочее название на какой-то период а дальше поживем увидим как часто будут выходить такие эпизоды я точно не могу сейчас сказать потому что я решила делать так вот собралось у меня какое-то количество информации я это буду монтировать и выкладывать на канал не собралось не буду не люблю одно и тоже каждую неделю показывать на мой взгляд это утомляет и я решила что буду делать именно так как вот как я и сказала по мере набора действительно информации какой-то не всегда конечно на моих эпизодах будет прям супер какой-то полезный да где-то что-то я буду просто демонстрировать какой-то процесс или еще что-то ну я думаю вы разберетесь что вам смотреть а что не смотреть сегодняшнее включение начну с полезной информации надеюсь что она будет для вас полезной на днях я выпустила мастер-класс на канале по вывязыванию варежки сверху вниз и были и вопросы по поводу того можно ли связать таким способом носки конечно можно вот начало вашего носка вы точно также набираете петли с помощью прибавок формируете мысок вывязываете носок на необходимую длину затем открываете мастер-класс мой по вывязыванию пятки типа бумеранг без укороченных рядов вывязываете пятку и довязываете свой поголенок на необходимую высоту носка все очень просто единственное на чем мне бы хотелось остановиться это на начальном количестве петель вот здесь и на количестве прибавок которые нужно выполнить для того чтобы прийти к необходимой ширине носка эти расчеты подходят и для варежек значит а для того чтобы определить какое количество петель нужно набрать набором джуди нам необходимо измерить обхват ладони или обхват стопы сантиметрах предположим что обхват стопы 24 сантиметра то есть полностью окружность 24 сантиметра я должна умножить на плотность своего вязания 24 умножаю пусть будет у меня две петли у меня получается 48 петель вот это число у меня должно быть давайте покажу сейчас прям непосредственно вот здесь вот-вот когда я уже с помощью прибавок пришла вот к этому числу здесь у меня должно быть 48 петель и я продолжаю вязать свой носок или свою варежку значит с количеством петель мы определились по ширине теперь давайте посчитаем сколько петель нам вот здесь способом джуди набрать здесь так куда я делал а вот у нас есть конечное число так у меня камера сегодня хулиганит вот значит у нас здесь есть также конечное число 48 петель на мы к этому числу должны прийти но это количество петель у нас как я уже сказала полностью окружность поэтому на одной спице у нас должно быть 24 петли на 2 соответственно также здесь 24 и здесь 24 это мы знаем дальше у нас есть какой-то набор петель здесь мы с помощью прибавок добираем количество петель добавляем и вот придя к 24 петлю мы вяжем свой носок на одной спице это у нас все значит для этого я беру 24 петли и делю на 3 у меня получается 8 петель если у вас число поделилась с остатком этот остаток можно либо ликвидировать если он большой то довести до учетного то есть у нас здесь идет разделение набора на две спицы поэтому нам нужно четное число и и так у меня получилось 8 петель то есть я набираю 8 петель на одну спицу и 8 петель я вот так нарисую и 8 петель на вторую спицу то есть 16 петель в сумме и далее я уже буду прибавками точно так же как я и показала мастер-классе на варежке доводить количество петель свое начальное до в этом случае двадцати четырех петель на одной спице и вязать вниз свой носок или свою варежку все ничего сложного здесь нет ритм прибавок можете разный выбирать можно делать через ряд то есть прям вот от начала через ряд можно делать так как я показала вначале сделать несколько прибавок в каждом ряду а потом перейти через ряд всем привет сегодняшнее включение начну с плечевого изделия но у меня уже очень очень большое совершенно не помещается в кадр это огромный огромный жилет я вчера развлекалась 300 с лишним петель закрывала иглой сначала полая резинка потом закрытие иглой каждого свои развлечения да значит то здесь у меня уже этап на воротнике вот такой здесь будет вот так и здесь я буду довязывать здесь у меня заметен переход потому что я мочила изделия то есть отвязав его вот так я решала размер с проймы я понимала что пройма мне нужна здесь достаточно большая но боялась что после стирки это стопроцентная альпака полотно вытянется и будет ну про просто огромная пройма да я решила подстраховаться намочила посмотрела намочила посмотрела все замечательно вот полотно не растянулось поэтому я остановилась на этом размере ну достаточно приличная здесь у меня пройма будет но по задумке именно такая и должна быть вот я вчера оформила скос плеча скос плеча все это вывязала здесь полотно совершенно не стирано но немножко такое корявенькое значит здесь у меня будет еще конечно же довязываться воротник здесь это будет вот так приблизительно буду думать как вот это место сделать более стабильным ну посмотрю конечно после вт о как это все дело у меня будет выглядеть и решать все уже задачку значит а на второй стороне уже я сформировала расширение здесь все корявенько но после стирки более или менее вытягивается хотя если честно вот с этой стороны у меня как-то более ну аккуратно здесь все получалось вот но я здесь попробовала немножко паром прошлась и и уже выровнялась то есть было еще хуже сейчас я подумала что если что-то будет не так на этапе вот отвязанных двух полочек я скорее всего это дело постираю и посмотрю если будет ну совсем некрасиво тогда буду перевязывать вот этим белая пряжа конечно очень требовательна до каким-то вот таким нюансом чтобы все все было очень очень аккуратно всем привет сегодняшнее включение начну с процесса на которых я обычно не останавливаюсь то есть сказала связала и пошла дальше эта шапка но здесь я хочу остановиться не на шапке здесь все понятно здесь нечего останавливаться я хочу остановиться на то что у меня впервые не хочется довязывать шапку я вижу и медлю завершением процесса обычно когда я вижу шапки мне хочется быстрее быстрее и довязать чтобы начать носить или отдать ее тому кому я вяжу эту шапку а здесь обратная ситуация я вижу и думаю о том что ой еще бы чуть-чуть еще бы чуть-чуть и вот прям очень мне нравится и все здесь дело в пряже эту пряжу я случайно купила поискала в интернете к сожалению не нашла потому что видимо это какой-то старый завоз был купила я эту пряжу в местном магазине здесь всего 10 грамм представляете 10 грамм я вообще впервые с таким количеством пряжи встречаюсь в матке вот впервые но минимально какой 25 а здесь 10 это производство испания вот так пряжа называется здесь стопроцентная ангора нереально пушистое и что не может не радовать во время вязания вот так она лезет вот видите лезет ну вернее на не то чтобы лезет я ее вытягиваю да а вот во время вязания я не покрываюсь вот этим вот ковром абсолютно представляете как она пушистая это что-то прям невероятное но я не могла пройти я вот сейчас себя ловлю на мысль а что там было еще четыре матка бежевого цвета и я наверно пойду еще и их куплю потому что это невероятное что-то вот и не договорила да и вот этот вот и вот этот вот пух он не лезет совершенно во время вязания я удивлена очень сильно когда я вязала из пряжи от бибиби как она называлась то ангора 70 по моему до берет я вязала вне сезона это что-то было я связала там не знаю 10 рядочков и все стать невозможно то есть нужно обязательно все с себя снимать этот пух вокруг себя все убирать пылесосить и потом передвигаться по квартире здесь абсолютно такого нет я села связала хоть три петли там потискала потискала это полотно и пошла дальше абсолютно не покрываясь никаким вот этим вот нереальным пухом очень мне это нравится я правда тут добавила еще ниточку ну потому что все-таки стопроцентная ангора она будет плохо держать резинку да однозначно и я добавила сюда у меня 10 маленькие кончики ниточка провалась ну потому что сейчас покажу почему я так ее провала добавила сюда ниточку вот такую это меренос так сейчас я девчонки скажу я вам расскажу откуда у меня эта пряжа значит это пряжа смотрите я вам даже показываю что мне мариночка написала марина воломар эту пряжу мне подарила марина воломар когда я встречалась в москве с девчонками на открытие клуба первый вязальный батальон леночки орловой вот марина мне подарила вот такую прекрасную пряжу я впервые работаю с этой пряжей это стопроцентный меренос у него видите какой метраж 1500 метров на 100 грамм пользуясь случаем хочу сказать марине спасибо еще раз за столь приятный подарок я люблю пробовать что-то новое для себя и это для меня действительно новое и интересное спасибо тебе большое марина и я взяла вот в одну ниточку она после вто разбухает потому что я уже попробовала она разбухает кстати вы знаете когда невозможно определить вот бобинную пряжу ну как я поступаю вот у меня есть например бобинная пряжа да и какой здесь взять размер спиц знаю что она разбухает я проще поступаю иногда не сразу вижу образец да чтобы вот методом тыка там не работать я отрываю кусочек и его мочу ну то есть провожу можно сказать в т.о. да такое промежуточное нитка разбухает и получив толщину нити видимую я уже примерно могу сориентироваться какой размер спиц мне взять для образца вот так что вот эту ниточку я конечно бы для изделия взяла в несколько сложений но здесь я думаю будет достаточно одной ниточки я не хочу какую-то толстую толстую шапку я хочу чтобы она у меня была такая вот нежная мягкая и воздушная у меня сейчас здесь уже отвязано два моточка вот у меня третий моток я вот только что присоединила мне очень нравится что здесь не будет никаких узелков я просто соединяю закатываю влажными руками и все нитка сваливается никаких узлов у меня здесь не будет значит а сейчас я ее потихонечку потихонечку довяжу до зимы я думаю я ее свяжу понаслаждаюсь а потом уже буду с удовольствием носить на этом я буду заканчивать свой второй эпизод есть у меня конечно еще изделия которые я вяжу но я хотела бы об этом рассказать других эпизодах на сегодня все пока пока